Музыка Уважаемые преподаватели, добрый день, уважаемые студенты. Приятно вам еще выступать в стенах такого прекрасного вуза, который дал именитых чемпионов. Это у нас и Чащина, и Романова, это у нас и Шлеменко, и Александр Карелин, и Тищенко Алексей. И действительно есть чем гордиться, и кем гордиться. Безусловно, наверное, заслуга преподавательского состава, но и без общего командного духа в коллективе, наверное, этого бы тоже не было. Ну, дорогие друзья, вот мы с вами сегодня встретились, и я хотел бы задать одну из тем, так, тема вашего будущего, будущего нашего региона, нашей Омской области. И хотелось бы здесь попросить у вас помощи, как вы видите это делать, как нам развиваться, как вести тренировочный процесс, чтобы регион мог иметь высокие результаты. У меня вот такой вот вопрос. Вот вы баллотируетесь на должность губернатора Омской области с лозунгом «Сделаем Омскую область сильной». Вот на ваш взгляд, для Омской области какие приоритетные задачи будут стоять перед вами для осуществления данного возраста? Мы никогда не станем сильным регионом, если у нас не будет сегодня сильной медицины, сильного уровня образования, как среднего, так и высшего. Пока у нас не будет сильного научного потенциала, регион не будет сильным. Значит, кроме той внутренней конкуренции между регионами, которая сегодня есть под социально-экономическим показателем, мы должны конкурировать сегодня и на внешнем рынке. И, безусловно, мне кажется, нам нужен бренд. Нам нужно, чтобы появлялись новые бренды. Да, у нас сегодня есть действующий бренд Александр Шлеменко, который в единоборствах показывает, что в Омске ребята очень сильные. Да, у нас в Малиновске появился биатлония. Это тоже бренд. Еще раз говорю, городу надо относиться с любовью к своей земле и искать то лучшее качество, что есть. Вот это, наверное, ключевое, что может делать нас сильными. Но вас учить не надо. Вначале дух, а потом уже достигается результат. Вот этот дух надо воспитать, а он воспитывается любовью. Тогда у нас и будет сила и энергия в самом городе и в самом регионе. Я являюсь фанатом Омского авангарда и ни одно меня волнует, когда вернется команда в свой город. Во-первых, какая судьба у арены Омск. Во-вторых, если она не подлежит восстановлению, будет ли строиться новая арена и как скоро. И третье, когда все-таки вернется команда в Омск. Здесь два варианта. Или реконструкция арены Омск, или снос и строительство нового. Но определяться с вариантом будем после инструментального, скажем, экспертизы, которую вот со дня на день они должны закончить и объявить, возможно ли реконструкция или нет. Ну, на мой взгляд, при том уровне технологий современных, возможно реконструкция любого объекта. И это будет дешевле и намного быстрее. Поэтому, если строители сегодня и специалисты разрешат, конечно, нужно реконструировать. Сразу хочу сказать. Собственник сегодня у нас команды «Газпромнефть». Я беседовал и с Дюковым Александром Валерьевичем. Он однозначно говорит о том, что они будут инвестировать или в реконструкцию, или в строительство и будут возвращать команду «Авангард» обратно на Омскую землю. И еще хочу подчеркнуть, обратите внимание, когда будете смотреть хоккейный матч, что только наша команда получила право иметь на форме название своего региона. Сзади на спине у них написан «Город Омск». Хотелось бы, чтобы были разработаны какие-то программы поддержки. То есть у нас поддерживаются семьи, когда рождается второй ребенок. Вот до этого вообще что делать, как жить, как родить первого ребенка, как существовать до рождения второго. То есть вот такой интересный вопрос. Как создать условия? Мы в этом году утвердили программу льготной ипотеки. Из 360 миллионов выделили, чтобы компенсация была между ставкой коммерческого банка и льготной ставкой в 6%. И заложили туда средства даже на первоначальный взнос по ставке 5%. Вот есть компания «Орик» у нас в области, зайдите в интернет. Сегодня они предоставляют такую возможность ипотеки. Кроме вот этих рыночных механизмов мы должны еще строить жилье. Хотя бы для молодых выпускников, которые сегодня закончили вуз, пошли работать в школу, пошли работать в училище, они имели возможность где-то проживать на первом этапе. Через 10 лет возможно бесплатно приватизация этих объектов. Я понимаю, что пятница, пора идти на дискотеку, чтобы создавать семью. Я хотел бы пожелать всем крепкого здоровья, которое вам не помешает в вашей работе. Безусловно, веселого настроения, улыбок. Ну и главное, веру в себя и в нашу Омскую область. Спасибо вам, Алдавий. АПЛОДИСМЕНТЫ